Дорогие наши друзья, если меня видите, слышите, ставьте плюс, чтобы я убедился, что меня видно, слышно. Добрый вечер всем, кто меня видит. Добрый вечер. Если меня видите, слышите, ставьте плюс, чтобы я убедился, что меня видно, слышно. Большое вам спасибо всем. Рад вас всех видеть. Очень приятно всех видеть. Прежде чем начинать говорить, две минуты я должен вам сообщить о правиле нашей общения в этом чате. Правила вебинара. Когда я задаю вопрос, только тогда вы отвечаете. Пожалуйста, чат создан для того, чтобы вы со мной общались, но не между собой. Нельзя задавать вопросы друг к другу, нельзя, скажем, поприветствовать между собой. Ой, Наташа, привет. Ой, там Райя, я здесь. Спасибо, что пригласил. Такие вещи не делал. Вот. Чат создан для того, чтобы был связь со мной, чтобы я понял, что есть обратный связь, и все нормально, и так далее. Теперь, когда я задаю вам вопрос, вы тогда отвечаете. И в самом конце я даю вам время для вопросов. Поэтому пребывать нельзя, потому что бизнес не один, нельзя отвлекать других людей. Теперь, и еще есть очень важная вещь. Соблюдайте нашу корпоративную культуру. Это что такое? В первую очередь, нельзя задавать мне вопросы касательно религии. Я не религозный человек, я очень духовный человек. Я уважаю все религии, я считаю, что все люди заслуживают, и всем людям надо уважать их веру и так далее. Второе. Нельзя задавать вопросы касательно политики, потому что я не политик, меня не интересует политика. Я человек, который себя считает, слуга народа и продвигает образование, знания. И неважно, вы, скажем, в Америке, Японии, или там Китая, или России, или откуда бы ни были, знания, они одинаково помогают всем. Знания объединяют нас, поэтому мы продвигаем знания. Знания приносят в нашу жизнь улучшения, изменения и так далее. И все то, что вокруг нас мы видим, это благодаря умных людей. Глупые люди ничего не изменяют, они сами являются абузой для других. И третья вещь. Нельзя задавать вопросы касательно национального характера и так далее, и так далее. Это очень важная вещь. Все нации, независимо от их количества, больше, меньше и так далее. И независимо от того, что какие-то страны более развитые, какие-то менее развитые, все люди есть люди. Мы ко всему смотрим как человек. Поэтому нельзя этнические вопросы касаться между собой. Спорить нельзя и так далее. И задавать эти вопросы тоже нельзя. Четвертая вещь. Нельзя заниматься рекламой или продвижением каких-то своих услуг. Вот так напишите мне. Вот здесь мой телефон и так далее, и так далее. Или рекрутингом, или там предлагать какие-то там услуги, предлагать какие-то там продукты, или какие-то сетевые компании, или какой-то там, не знаю, другие услуги. Потому что мы не занимаемся. Наша площадка создана для тех людей, которые хотят добиться реальных результатов. Но мы хотим стать причиной успеха людей, но не причиной разногласия, споры и так далее. Поэтому, дорогие мои, очень важно, чтобы вы делали все так, как мы говорили. Когда я задам вам вопрос, вы просто отвечаете им. Хорошо? Не умничайте здесь. Здесь никто не пришел, слышит вас. Здесь пришли люди, чтобы просто слышать меня. Так что это моя аудиота. Договорились? Не надо умничать и не надо просто здесь. Если не нравится, покиньте просто, скажем, вебинар в кабинете и уйдите, пожалуйста. Потому что, когда что-то либо бесплатно, умников появляются, которые начинают, вместо того, чтобы чего-то полезное брать для себя, начинают, наоборот, что? Всякую ерунду писать иногда в чате. Поэтому мы таких людей просто заранее просим. Перелушив лучшее, идите в другом месте, займитесь там, где вам по душе. Хорошо? Это очень важная вещь. Поэтому, если мы видим, что вы нарушаете эти правила, вас просто попрошу, чтобы отключили и так далее. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы вы мешали другим людям. Потому что люди здесь пришли, чтобы чего-то усваивать, чего-то узнавать. Теперь, в сегодняшней встрече я буду говорить о бизнесе. Это только для тех, у кого есть бизнес. И для тех, кто хочет открывать бизнес. Два вопроса знам. Первый мой вопрос такой. Пишите границы. То есть пишите, из каких городов вы находитесь, чтобы я понимал границу нашего сегодняшнего встречи. Граница нашей группы. Из каких городов вы находитесь? А вот деловарь, если он вам не показывает, значит у тебя плохой интернет. Вот поэтому тебе не показывают. Пожалуйста, вот напишите мне, пожалуйста, из каких городов вы находитесь. Астрахан, Москва, Самарканд, Прага, Томск, Ташкент, Бишкек, Москва, Молдавия, Иваново, хорошо. Город Одесса, Томск, Бухара, Жалалабад, Грозный, Бишкек, Новосибирск, отлично. Дубай, Баку, отлично. Алма-Атим, Ого, Республика Дагестан, Каракол, Рязан, Грозный, Екатеринбург, Актау, Новосибирск, отлично. Новуронгой, Липецк, да, или как там, Казахстан, Кемерово, Ташкент, Германия. Германия откуда? Атерау, Ош, Набрежный Чельни, Якутск, Душамбем, Ташкент, Джизах, Хатлон. Отлично, очень хорошо. Я только что из Хатлана вернулся. Бухтар это из Хатлон. Я сейчас там делаю бизнес, налаживаю, там строю новые теплицы и так далее. Дубай, Караганда, Регенсбург, ой, я даже неправильно, наверное, озвучивал это ударение, да? Москва, Бухара, Исфара, Таджикстан, Фергана, отлично. Корея, Сеуль или откуда, Чухраджан? Уральск, Харше, Нукус, Ак-Тубе, отлично. Теперь, дорогие мои, поскольку сегодняшняя встреча, она только для тех, у кого есть традиционный бизнес, поэтому пишите мне, какие у вас есть бизнесы. Или хотите открывать, надо писать так, у меня есть бизнес вот такой, например, магазин одежда, или у меня есть бизнес кафе, или у меня есть бизнес что-то. О, Анна из Варшавы, да? Спасибо, что вы здесь с нами, Анна. Добро пожаловать. Пусан, это где? А, это Корея, Пусан, Южная Корея. Угу. Хорошо. Теперь пишите, пожалуйста, какой бизнес вы занимаетесь, или какой бизнес вы хотели бы открыть. Вот, Фрадас, продуктовый магазин. Ого, аренда квартиры. Торгую вещами на рынке. С тобой маркетинг? С тобой маркетингом я сегодня ничего не буду говорить. Жилет, строя, динара, жилищно-строительный кооператив, магазин, детский, орехмаркет, ого, тут фира, пекарня, мейс-кафе, бизнес-партнерство, ого, магазин одежды, СТО, хорошо. Производство кофрокоробки, хорошо, шаурма, оптовые продукты питания, продажи аксессуаров, учебный центр. Это очень важно, чтобы у вас был бизнес. Отлично, отель, мебель, то есть у вас есть такая маленькая гостиница, это, да, пекарня, интернет-магазин. Петичья ферма, ого, отлично, клининг и услуги, ого, хорошо, архитектор, угу, молодцы. Хотели бы открыть садоводство, хорошо, строительный магазин, швейный цех, образование, ого, отлично, отлично, строитель, отлично, ого, трикотажный цех, есть турфирма, ригмахерская. Дорогие мои, кто занимается с тобой маркетинг? Если вы будете традиционным бизнесом, захотите заниматься, послушайте меня сегодня. Если нет, я сегодня про свой маркетинг ничего не говорю, можете не тратить время. Если необходимости нет, можете уйти. Пивохак на учебнице, это частное образовательное учреждение. Продукт детской одежды, мне можно этот курс, конечно, нужно этот курс, вам, если детская одежда продаете. Кофе, хорошо, Анна. Кофе, а, с хорошим настроением, да? Теплица, ух ты, вот Муротбек пишет, теплица. Магазин сухофрукти, отлично, теплица, хорошо. Адвокатура, ого, отлично. Фрилансы, райжан, турфирма, ремонт телефона, медиауслуг. Я хочу, чтобы просто знать, чтобы именно говорить вам те вещи, которые вы могли бы потом практиковать. Строительство, хорошо, хорошо, отлично, отлично, очень хорошо. Фрилансовый консультант, у Ларисы пишет, продажи телефона, а эти услуги, хорошо, производство сухих, строительный смесь, барбершоп. Хорошо, ребята, молодцы. Я очень-очень рад, что у вас у всех есть бизнес, и кто-то из вас хочет открывать бизнес. Теперь закрывай чат, пожалуйста. Жибек, кто из вас? Закрывай чат. Спасибо. Вот, теперь внимание обратить, ребята. Я хочу, чтобы в первую очередь вы говорили о бизнесе. Насколько важная фраза. Бизнес нельзя делать только ради денег. Если вы бизнес будете делать ради денег, стоит, чтобы у вас появилось немножко денег, и стоит, чтобы у вас немножко нужда. Когда вы победили, например, появились деньги, чтобы купить себе хорошую машину, которую вы мечтали, дом, который вы хотели бы построить, или путешествие, которое вы хотели бы иметь для образования, которое вы хотите иметь для вас детям и так далее. То есть причина, когда заканчивается, и вы, когда победите их нужду, дальше бизнес не пойдет. Вот. То есть получается, что вы достигаете какой-то уровень, который уже что, застряетесь на свой прошлый успех. Я видел много бизнесменов, которые приходят ко мне и только рассказывают свое прошлое. Потому что они застрялись на свое прошлое. Они говорят, знаете, какой я бизнесменом был. Я говорю, не знаю какой. Расскажи, буду узнать. Они рассказывают. А потом в конце заканчиваются чем? Пожалуйста, помоги, дай немножко денег. Я смотрю на него и говорю, сколько лет ты бизнесом занимался? Он говорит, ты знаешь, я когда делал бизнес, эти люди, которые сегодня крутые, они еще, понимаешь, это молокососы были. Я говорю, ну хорошо. И сколько лет ты занимаешься бизнесом? Я говорю, ну 20 лет или 15 лет. Я говорю, хорошо. А теперь скажи, почему итоги в результате ты без денег? Почему? Ты знаешь, всегда плави получается в конце. Почему ты в конце пустыми руками? Всегда результат в конечном пути. Чемпион трудится 10 лет ради того, чтобы 2 минуты стоять и получать титул. И в конце его пути, это когда он защищает свой титул, защищает свой дан и так далее. Фермер трудится целый год и осенью собирает урожай. А почему у тебя в конце пути ты пустой? И тогда они начинают задуматься. До этого они начинают хвастаться. До этого они начинают пытаться во мне привести какое-то впечатление, что они такие умные, такие крутые. Но это вопрос, когда я им задаю, это их заставляет задуматься. Так что мне все равно, кто ты был вчера. Мне все равно, кто ты был 10 лет назад. Мне это не интересно. Я хочу видеть успешного человека сейчас. Я не хочу с твоими прошлыми историями разговаривать. Давай я тебе расскажу, кто были мои предки. Ты знаешь, были такие великими людьми. Но они лежат в могиле. И что? И что от этого? Это даст тебе что-то нибудь сейчас? Ничего. Почему это я рассказываю? Я хочу сказать, что если вы будете работать ради денег, для того, чтобы немножко зарабатывать, и немножко добиться обеспечить себе, свою семью и так далее, как это произойдет, тут же у вас внутри все останавливается. Бизнес – это не обман, бизнес – это не хитрость. Бизнес – это, знаете, самый благородный путь, самый духовный путь. Потому что ты постоянно борешься с собой. Тебе нужно постоянно превзойти самого себя, победить себя. Потому что внутри тебя два человека будут бороться. Один – твоя, можно сказать, минусовая страна. Другой – твоя плюсовая страна. Это внутри тебя, как два волка. Они будут драться. Один постоянно тебе внушает сомнения, другой постоянно внушает тебе надежды. Один постоянно говорит, а что теперь? А что, если конкуренты начнут быстрее тебе двигаться? А что, если у тебя недофинансирование пойдет? А что, если твои сотрудники не те люди? А что, если они воруют? А как быть? Теперь посмотри инфляция. А теперь посмотри, вот законы, налоги, топ-5-10. И тебе надо постоянно перебороть себя, особенно когда времени неудачи происходят. А вы хотите мне сказать, что в бизнесе ошибки не бывают или неудачи не бывают? Я могу вам сказать, это единственное место, где вы больше всего совершаете ошибки. Как будто вы являетесь человеком, который новый открыватель какой-то в сфере наука. Бизнес это похож на это. Могу уверенно сказать, что 80% вашей идеи не работают. 80%, может быть, 90% продукт, который вы запускаете, они не будут востребованы так, как вы ожидали. Понимаете? Большинство ваших планов не дает того результата, который вы ждете. Вас будут подводить везде. Вы ожидаете одно, получаете другое. И вы даете деньги за какой-то товар. И тот товар вовремя не придет. И тебе подводят поставщики. И тут клиент долбит тебя с одной стороны. Кредиторы долбят тебя. И арендаторы, и все. И зарплата, фонды, расходы. Работать под давлением. Все это у тебя внутри постоянно борьба. Но это и есть бизнес. Добро пожаловать в мир предпринимательства. Добро пожаловать в мир успешных бизнесменов. Но большинство людей со стороны видят, что бизнесмен на хорошей машине едет в хорошем офисе, красивый костюм. Они думают, что он на халяву разбогатеет. Я этому не верю. Этим я хочу сказать, что в бизнесе вы просветаете только в одном случае. Если у вас большая причина и сильный внутренний стимул. Внутренний стимул, который больше, чем денег. И вы хотите чего-то изменить. Вы хотите чего-то улучшить. Вы хотите, что что-то принести в мир. Даже если вы говорите, что у меня есть одно небольшое кафе. Но это кафе, который реально облегчает жизнь того округа, в котором эти люди живут. Если вы говорите, что это одна аптека, по крайней мере, спасти жизнь хотя бы одного человека с так причинен. Если вы говорите, что у меня есть ТО. Чтобы реально быть полезным. Я этим другим хочу сказать, что бизнес построится на основе фундамента духовной ценности. Именно духовной ценности. Быть полезными и принести полезность. То есть принести как это пользу этому миру. А награда за это ты автоматом получаешь деньги. Просто надо стараться большее количество людям быть полезным. Если тебе миллион людям будешь полезным, ты станешь миллионером. Изначально цель должна быть духовная. Не ради денег. Если вы будете работать только ради денег, вы на каждого клиента будете смотреть только как на деньги. А люди это чувствуют. Вот вы тоже где-то что-то покупаете у кого-то. Вы тоже клиент, какие-то другие услуги, какие-то другие продукты. Вы же что-то куда-то ходите, что-то покупаете же. Но вам неприятно, когда кто-то просто хочет забрать у вас деньги. Это очень неприятно. И вряд ли вы с радостью постоянно будете трудиться просто отдавать кому-то деньги. Поэтому первым делом, что вы должны очень хорошо осознавать, бизнес – это очень духовное дело, это очень благородное дело. Поэтому в нем есть особенный подход. Фундаменты надо построить на духовный интеллект, а трудиться надо на, скажем, уровне академического интеллекта, профессионализма. То есть бизнес просветает сильные люди, которые могут перебороть себя. Вот это когда в этом борьбе внутри себя можешь и продалять. Поэтому нельзя работать ради денег. И к тому же бизнес – это чистота. Вы не можете всех обмануть. Вы можете один раз мне через рекламу, какие-то там маркетинговые фишки, через какие-то там, скажем, соблазнят или какими-то скидками, или какими-то акциями. Я могу один раз у вас купить, но повторно не приду. Потому что вы два-три раза не можете меня хитрить. Это невозможно. И к тому же всех обманывать не можете. А бедные люди что думают? Бедные люди думают, что бизнесмены, они как-то, как будто это те люди, которые на халяву разбогатели за счет других людей. Но они не понимают, что бизнесмены – это те люди, которые больше всех берут проблемы на себя. Поэтому, если вы действительно собираетесь заниматься бизнесом, будьте готовы к этому. У вас будут море проблем. Решая эти проблемы, в зависимости от того, какова его психологическая нагрузка, какова его материальная стоимость, эта проблема, в зависимости от этого, вы растете, и внутри уверенность у вас растет. И материальные вознаграждения вы получаете пропорционально стоимости нагрузка, которую вы носите. Пропорционально ответственности, которую вы берете на себя, столько вы будете зарабатывать. По пути самое главное – это кем вы становитесь, кем вы станете. Вот кем вы станете, это важнее. Потому что вы не должны стать зависимы от деньгах. Потому что у вас мастерство, которое появляется, оно стоит больше, чем денег. Вот это мастерство деньгами не купишь. Вот это мастерство на день рождения как подарок не получишь. Его надо, этот путь надо пройти, чтобы понять. По-другому никак. Я помню один эпизод своей жизни «Никогда не забуду» в 2008 году. Я помню, денег нет, долги много, проблем очень много. Я жене говорю, иди купи мне блядь. С Бишкека я хотел лететь в Баткен. Это Кыргызстан. Бишкек, Баткен – это оба города Кыргызстана. Мне надо было в Таджикистан поехать, но прямой рейсы самолета не было. С Бишкека надо было прилететь в Баткен, оттуда на машине добраться до Худжанда. Моя мама там, и я хотел к маме возвращаться и потом в селе поехать. И вот жене говорили, купи блядь, и блядь стоит 52 доллара. Я никогда не забуду это. Она мне говорит, денег нет. Я говорю, что? Она говорит, у нас денег нет. Я говорю, подожди, о чем ты говоришь-то? Как денег нет? Ты понимаешь, что я миллионер? Она говорит, да, я знаю, что вы миллионер только в долгах. На тот момент у меня долги были в миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч долларов. Миллион восемьсот сорок шесть тысяч долларов. Господи. Я говорю, подожди, как? Сто семьдесят четыре человека были в долгах. Я говорю, подожди, неужели 52 доллара у нас нет? Иди на счет, посмотри, иди возьми, купи блядь. Она говорит, у нас денег не осталось, нет денег. Вы уже около полугода из дома не выходите, сидите дома. Я был действительно в депрессии, я думал даже о самоубийстве. Было очень тяжело. То бандиты, то рикотеры, то полиция, то милиция, черт побери, всех подряд. И я думал, в тот момент я поймал себя в таком необычном состоянии. Это было что? Мой мозг не понимает, что денег нет. Я говорю, как денег нет? Ты о чем говоришь? Ты понимаешь, что я миллионер? Я своим трудом заработал миллионы, и это могу еще раз повторить. Она говорит, да, да, но только в долгах вы миллионер. То есть я хочу, почему я это рассказываю вам? Я хочу сказать, что дело не в деньгах, а дело, кем вы станете. Дело в том, навык, который вы приобретаете. Вот этот навык стоит больше, чем миллион. Этот навык стоит очень много. Как вы думаете, если вы хорошо умеете ездить на Волоспе, если вы потеряете Волоспе, вы что, навык тоже потеряете, что ли? Да вы в любой момент можете сидеть и ездить на Волоспе. Если вы однажды построили дом, и вы этот навык никогда не потеряете. Даже если дом, пожар случился и загорел. Навык останется у вас. И это навык. Второй раз вы его намного быстрее можете повторить, если реально посмотреть, это так. Так что, именно так. Уловили, дорогие мои? Именно так. Вот. Поэтому, что я хочу вам сказать, что хочу пожелать вам, что вы осознавали. Пожалуйста, перед собой ставьте цель, что-то реальное, ценности изменить или принести в этом мире, но нельзя работать ради денег. Почему? Потому что вы не умрете от голода. Я могу уверенно вам сказать. Потому что Господь, Господь, когда в утроб матери давал каждому из нас наш удел, Он написал вон тут, до конца дни нашей жизни, наш рест. И вы не умрете от голода. Если причина смерти будет от голода, только тогда умрете. Так что, каким-то образом можно выжить. Посмотрите, есть люди, которые за 200 долларов живут в месяц. А есть люди, которые за 100 долларов живут в месяц. А есть люди, которые 2 тысячи долларов не хватает им в месяц. А есть люди, которые 5 тысяч долларов им не хватает в месяц. Поверьте так. Так что, не количество в деньгах ваш успех. Поэтому, первое, что я хотел бы, чтобы сегодня вы с вами обсуждали и вы осознавали, брали для себя, что такое бизнес для вас. Почему вы решили заниматься бизнесом? Но хотите ли вы по-настоящему стать бизнесменом и по-настоящему стать серьезным крупным бизнесменом? Мне удалось 30 долларовых миллионеров воспитать, вырастить из среди таких людей, которые мало средним бизнесом занимались. Из 294 человека 30 долларовых миллионеров. А каких людей я называю долларовых миллионеров? Это те люди, которые либо в год зарабатывают чистую прибыль, больше миллиона долларов, минусом все налоги, все то, что ему остается. Или людей, которые больше миллиона уже в обороте имеют. Если у него в обороте больше миллион, иногда от 300 до 400 у них есть чистая прибыль в год. Но я знаю, что если он это понял, он продолжает, эта стратегия дойдет до этого, что у него будет миллион чистой прибыли. И третья категория, кого я называю миллионером, это те люди, которые капитализация актива у него вышла уже за миллион долларов. Что если он захочет продать, у него есть наличие, миллион долларов, и могут на что положить. Я считаю, что это очень хорошие результаты. А как мне это удалось? В первую очередь, я изменили их ментальные блоки, их мышление. А потом помогли им разработать стратегии, которые позволяли им стать больше, чем кем они есть. Чтобы у них видение не изменилось, и они могли масштабировать свой бизнес. И благодаря этому, это давало такой хороший результат. И тогда поняли оставить перед собой цель 100 миллионеров вырастать среди своих учеников. И это здорово. Если вокруг меня будут 100 миллионеров, они друг друга будут очень полезными. Это очень здорово. Я хотел эту среду создать для своих учеников. Это нужная среда. Представьте на минуту, когда вас окружает 100 миллионеров. Это здорово. Вы имеете доступ к большим возможностям. Любой из моих учеников имеет такую возможность. Вот. Дорогие мои. Кто из вас мне... Открывай чат, пожалуйста. Кто из вас меня до этого момента начали понимать? Открывай чат. Кто из вас до этого момента меня начали понимать? Ставьте десятку. Ставьте десять, чтобы я понял, что мы друг друга понимаем. Ставьте десять. Отлично. Отлично. Пожалуйста, заблокируй, пожалуйста. Вот. Внимание обратите. Когда начали делать бизнес, я понял, что бизнесмены делятся на три категории. Самым первым, кто занимается бизнесом, большинство людей, очень большинство людей, они ищут эффект фейерверга. Эффект фейерверга, они ищут это одноразовые сделки. Одноразовые, понимаете? Отсюда один раз купил, там продал, что-то заработал. Он так доволен. Вау, я заработал. Вот. Понимаете? Или там бывает, что там где-то что-то там, какое-то там, одну недвижимость купил, продал. Или какую-то машину где-то нашел подешевле, купил, продал и так далее. Я помню, я тоже так делал. Я помню, что иногда сделки были такие. Мука привез, продал. Иногда там фрукты привез, продал. Это было в 96-ти годах. Иногда там одна партия животных поехали в селе, животных закупили, привел, продал. Да я, Господи, чем только не занимался. И какую-то партию я зарабатывал, какой-то партию вообще на минус уходил. Вот это эффект фейерверка. Один раз ты получаешь, два раза не получаешь, еще иногда получаешь, иногда нет. И сидишь в себе успокаиваешь. Чем? Говоришь, ну, как Аллах дал. То есть, как будто от тебя ни при чем. Я здесь вообще не участвовал. Просто Аллах сколько хотел, то и давал. Как будто Аллах захотел, чтобы иногда я был на минусах. А вы что, думаете, что Аллаху выгодно, чтобы вы были на минусах? Но в тот момент я не понимал эти вещи. Но я верил. Это обычные слова, о которых все говорят. И я тоже этому верил. Я свою слабость, свою непрофессионализм всегда откладывал так, что якобы Господь иногда дает, иногда не дает. А теперь, имея со временем понимание этих вещей, я понимаю, что Господь всегда дает. Он всегда милосердный. Но он дает так, как ты умеешь. Вот у него вот эта речка идет, ты сколько умеешь, только берешь. Вот и все. А такого нету, что там кому-то больше, кому-то меньше. Вот у вас воздух есть, кому-то меньше воздуха дает, кому-то меньше воздуха, что ли? Его милостовение, его царство, это похоже как воздух. Пожалуйста. Вот так. Это похоже как море, похоже как речка. Но только какая-то речка счастья, эта речка возможностей. Кто-то идет стаканом, а кто-то идет ведром, а кто-то берет с собой чайную ложку. Сколько имеешь, бери. Эффект фейерверга, одно из эффектов, которые я заметил. Вторая вещь, которую я заметил, это ребята, которые ищут тренды. Сезонности и так далее. Чтобы в трендах, в сезонности зарабатывать. Сейчас модно стало всем работать, продавать, например, вот эти антисептики, всякие эти, как называется, черт побери, маски и так далее, и так далее. Потому что это все в тренде и так далее. Какое-то время это я тоже такие вещи делал, заготавливал рис, заготавливал там фрукты, заготавливал там, помню, лук и так далее. И тут сезонность ждешь, и зарабатываешь, в общем, вот такое. Но эти вещи, они тоже можно, можно эти вещи тоже делать. Покупать акции, ждать иногда, продавать один раз. Тебе один раз зарабатывать, потом ждешь, когда еще куда-то купить. В общем, это тоже нормально. Ничего в этом плохого нет, это тоже нормально. Но со временем я кое-что понял. Сейчас, когда мне приходят люди, предлагают разные идеи, да, Влад, вы инвестируете в мой проект и так далее, я смотрю и говорю, вот оттуда закупаем, сюда продаем. Я смотрю, могу ли от этого создать поток. Если я не могу от него создать поток, поток, речка, река идет, да, вот река течет. Посмотрите, река течет, река течет. Бизнес – это поток. Вы хоть раз увидели, что река по воскресенью отдохнули? Вы хоть раз увидели, что какой-то день река устал, или там, не знаю, перестал течь? Нет. Для меня было озарение, когда я понял, нет, бизнес должен быть как поток. И независимо от того, я работаю там или не работаю, независимо от того, я живу или я умер. Но бизнес, который я создал, она как речка, должно двигаться. И круглосутка должно двигаться. Поток. Поток. Одноразовые сделки, вот эти фишки, тренды, они хороши, но не всегда. Они устойчивы. В кризисном периоде они очень неустойчивы. Инфляция, при каждой трудности, при малейшем кризисном периоде можно все потерять. Потому что я и там зарабатывал, и потерял много раз. И потом я пришел к такому выводу. Есть другая категория бизнесменов. Это те люди, которые стратегически думают и состоят в системный бизнес. И я потихонечку начал делать так. Я начал сначала открывать одну магазинчик парфюмерии. Ну, получил где-то 500 долларов, 1000 долларов, иногда иногда 1500 долларов, иногда 700 долларов. Открывал вторую, потом открывал третью, потом открывал четвертую, потом открывал пятую. То есть вначале вы зарабатываете где-то чуть-чуть, 500 долларов или 1000 долларов. А потом вы зарабатываете 3000 долларов, но каждый месяц. А потом вы зарабатываете 10 тысяч долларов каждый месяц. Потом вы зарабатываете 100 тысяч долларов каждый месяц. И так далее, и так далее. 200, 300 и так далее. То есть вы поэтапно расширяетесь. Потихонечку. Я сначала одну открыл, потом вторую, потом третью, потом пять, потом еще пять. Каждый месяц по несколько штук и так далее. И за 3-4 года больше 500 магазинов открыли. У меня сейчас два бренда. У одного из них 404 было до карантина. 404 магазина. У другого там 50 чем-то. Магазины оптики 20 чем-то. В общем, больше 500 магазинов. По этой формулы я открыл. Это работает. И я тогда понял. Бизнес – это без нас. Бизнес – это поток. Это стабильный поток. Открывайте чат, пожалуйста. Бизнес. И пишите что? Что такое бизнес? Чат и пишите. Что такое бизнес? Что такое бизнес? Дорогие мои, слышно вы? Бизнес – это что? Это без нас. Это поток. Это поток. Как речка. Это поток. Стабильный поток. Это без нас. Хоть ты живой, хоть ты умер, хоть ты болеешь, хоть куда-то ты поехал отдыхать. Речка же не останавливается. Так что она не должна быть зависимой ни от тебя, ни от твоего, ни от какого-то человека и так далее. Это поток. Это постоянный поток. И поэтому с того дня, когда я это понял, я сказал нет. И сейчас иногда мне предлагают разные сделки. Они говорят, давайте купим вот этот объект, потом его продадим с таким хорошим деньгами. Давайте вы инвестируете в мой проект, в сезоне покупаем битву, принесем сюда. Давайте сейчас покупаем здесь там столько-то, не знаю, там лука, отвезем в Россию. Давайте оттуда покупаем там с Вьетнама что-то, куда-то таскаем. Я говорю нет. Они говорят, наставник, это выгодно. Это стоит 2 доллара, это стоит 3 доллара. Давайте зарабатывать. Я скажу нет. Они говорят, почему вы не хотите это делать? Я говорю, я не буду никогда потратить оставшую дни своей жизни ради денег. Если я могу от этого построить поток, чтобы я один раз делал, тысячи раз получал результат. Один раз делал, миллион раз получал результат. Пожалуйста, блокируйте, пожалуйста. Один раз делая, чтобы я мог получать миллионы результат, только тогда я это буду делать. А если я один раз делаю, я это называю, вот, по-другому объясню. Мышление фермера. Мышление фермера. Что такое мышление фермера? Например, посмотрите, фермер что делает, каждый весной сажает пшеницу, осенью собирает. Это одноразовое действие, один результат. Весной сажает картошку, осенью забирает. А если в следующий год не будет сажать картошку, он не может получать урожай. Ему надо, чтобы получать урожай, каждый раз снова и снова сажать. Так, снова и снова ему придет сажать. Это мышление фермера. Это есть одноразовая сделка, одноразовый успех и так далее. Но в год один раз доход получаешь. В год один раз. Это очень мало. Это мышление фермера. Все так делают. Многие так делают. А есть мышление садовника. Садовник один раз трудится, сажает детодировок, но он получает 20-30 лет плоди. Видите, если фермер один раз совершает действие и получает один раз результат, а садовник один раз совершает действие, получает 20-30 раз результат. А я хочу делать те действия, которые один раз делаем, миллион результат получит. Это благодаря системе, которая тебе позволяет потоки контролировать и генерировать, расширяться. Сама система должна способствовать расширению. Сама система. Когда я наладил в магазине парфюмерии, хоть верить, я даже понятия имею, где они находятся. Сама система расширяется. Не я. Я однажды, я один очень важный пример не помню, никогда не забуду. Я поехал в Астане, у меня там ресторан. Я поехал в Астане, туда пригласили своего одного друга, и он взял с собой еще своего друга. Мы посидели, покушали и так далее. А потом я сказал, ребята, пару минут, я сейчас подойду, я пошел аминвани делать и заодно намаз почитать, подойти. Я когда подошел, их не было. А я спрашиваю девушку, которая официант, я говорю, где они? И смотрю, у нее в руках есть чеки, есть этот, который привезет на заплату, да, и вот этот держит в руках. Я говорю, подожди, ты что, у них деньги брала? Она говорит, ну да. Я говорю, подожди, как? Она говорит, я принесла им счет, и они оплатили, ушли. Я звоню ему, говорю, алло, ты где? Он говорит, наставник, я просто, мне звонили срочно, я отъехал, я вернусь, через час. Я сидел, думал, что он подумает сейчас? Он пригласил меня к себе ресторан, сам пошел туда подальше, и официанту отправили ко мне, чтобы я оплатил. Мне было так неудобно. А я этого официанту говорю, подожди, ты мне знаешь, кто я? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо, ясно. Ясно, если ты меня не знаешь, понятно. Я позвал администратора, я говорю, ты меня знаешь? Он говорит, да, я вас знаю. Я говорю, тогда приобъясни официантам, что моим гостям, которые со мной, больше так не делают. Дело в чем? Дело в том, что во многих моих бизнесах лицо меня ни разу не видели. Они только экраны, может быть, где-то в вебинарах видели. Потому что система должна работать, а не вы. Я занимаюсь, пишу книги, тренерство и само, потому что это моя миссия. Бизнес, это бизнес. Открывай чат, пожалуйста. Вам нравится научиться вот эту системный подход? Кому из вас именно этот подход более по душе, чем одноразовая сделка заниматься, или эффект фейерверка добиться? Фейерверк бух и нету. Один раз зарабатывали, денег нет. Кто из вас хочет именно этому научиться? Именно системный бизнес. Вы почувствуете, что? Вы разницу почувствовали? А вот теперь напишите в чате в данный момент, вы на каком этапе находитесь? На каком этапе? Вы сейчас находитесь? Честно только напишите. На каком этапе в данный момент ваш бизнес находится? Честно только. Я имею в виду, либо вы одноразовую сделку иногда делаете, либо бизнес не работает без вас. Это без фейерверка. Я понимаю, это сознание нужно. То есть, каждый раз один раз товар привезете, продаете, денег есть. Не едите за товар? Денег нет, да? Модные ребята. Я понимаю вас. Главное захотеть развиваться. Бизнес очень благородное дело, но главное захотеть. Это очень важно понимать. Хорошо. Блокируй, пожалуйста, чат. Жбек, блокируй чат и расширяй место. Почему вы уменьшили место? Вам надо расширять место. Сейчас у тебя пять мест осталось уже. Попробуйте еще 100-200 мест обратить. Пойдемте дальше. Вот. Пойдемте дальше. Если вы хотите, чтобы научиться этой системе, я это обучаю обычно в нашем мастер-классе 14 дней и наше годовое обучение, которое предприниматели обучают и так далее. Как человек есть склеет, в человеке есть система. Смотрите, вот у нас есть система организма. Дыхательная система, зрительная система, мочеполовая система, да, также пищеварительная система и так далее, и так далее. Много системы связаны внутри нашего, что архитектура наше тело, склеты привязаны мясом и так далее, закрыты кожами. То же самое и бизнес. Один к одному. Потому что там внутри очень много систем. Например, зачем мы делим бизнес? Бизнес должен быть как поток, который принесешь прибыл. Бизнес, который не принесет прибыл, он рано или поздно умрет. бизнес – это не госучреждение. Вы должны очень хорошо понять. Бизнес – это не госучреждение. Госучреждение, вот это госучреждение. Он получает деньги сверху, только усваивает их. То есть список создает, куда потратили деньги. Для этого мозги не нужны. Просто составить список, куда потратили. Правильно потратили, неправильно потратили, эффективно, неэффективно, бог знает. А кто-то это умеет эффективно потратить, потому что вот она достроит, вот она достроит. Она настолько эффективна, неэффективна, мало кто это будет изучать. А есть бизнес. В бизнесе твой эффективность снизу, то есть бизнес деньги получать снизу. Поскольку бизнес деньги получать снизу, ты можешь работу делать, целый год работать, но результата нет. Потому что бизнес тебе не платит, рынок тебе не платит за то, что ты работаешь. Рынок тебе платит за то, что ты работаешь умнее, чем твои конкуренты. Я повторяю, бизнес тебе не будет платить за то, что ты просто работаешь. Маловато просто работать. Бизнес тебе платит, если ты делаешь лучше, чем твои конкуренты. Ты работаешь умнее, быстрее, чем конкуренты и так далее. бизнес просто не будут платить, потому что он кормит тебя снизу. Поэтому бизнес должен постоянно принести, как поток прибыл. А прибыль кто нам принесет? Прибыль принесет нам клиент. Просто так не появляется. Вы же не можете печатать деньги, правда? В бизнесе прибыль приходит к вам именно благодаря клиенту. Клиент принесет вам. А клиент что покупает у вас? Продукт покупает. Под слово продукт, продукт, мы имеем ввиду либо товар, либо услуга. Либо он покупает у вас услугу, либо он покупает товар. Это все оба называются продукт. Но чтобы у вас этот продукт был, очень важно, чтобы вы начали производить, то есть создавать, производить и так далее. Призводить эту услугу или производить эту продукцию и так далее. Если вы не умеете его создавать и производить, невозможно добиться успеха. Понимаете? Теперь внимание обратите. Кто-то вам должен помогать в этом? Кто именно? Кто-то вам должен помогать в этом? Это команда. Вы не можете построить компанию без, скажем, именно персонала. Без хорошей команды серьезный успех невозможно добиться. Сейчас вы на рынке конкурируете с конкурентами. То есть одна команда конкурируется другая команда. Вы не в одиночке работаете. Вы против другой команды играете. Вам нужна сильная команда. Сильный персонал нужен. Умные люди нужны. И на каждом этапе вашего бизнеса нужна именно подходящая команда. Это как подходящая обувь. На каждом возрасте надо одевать свой размер. Команда тоже самая. Если компания выросла, нужны такие персоналы, такие люди, которые могут это. Если так, и дальше вот так, и так далее, и так далее. Жебек, ты можешь расширять? То есть увеличить количество мест. У тебя ни одно не осталось. Я уверен, что огромное количество людей сейчас будут пытаться зайти и не могут попасть. Если есть возможность, сделай это. Вот. Дальше. А вам нужно, чтобы персонал содержать, сырье покупать, производство наладить, продукт создать и так далее, и так далее. Клиенту привлекать в маркетинге, потратить деньги и так далее. Вам нужны ресурсы. Вам нужны деньги. Вам нужно знание, информация, как это делать. Вам нужны что? Помещения, технологии, техники, оборудования и так далее. То есть ресурсы. Одним словом, ресурсы. Когда вы грамотно, задача бизнеса в чем? Вы начинаете с энными ресурсами. Например, вы начинали с 100 тысяч долларов. И очень важно, чтобы в итоге по окончании этого до прибыла вы получили чуть больше 100. То есть делая определенную работу с минусом все расходы, чтобы вы были как-то сверху что-то получили. Иначе смысл не просто так работать. Работать ради работы. Нет, вы остаетесь слабыми. Очень важно, чтобы бизнес достаточно хорошо генерировал деньги. Открывай чат, пожалуйста. Есть ли среди вас кто-кто побывал на мои тренинги? Есть ли кто-то из вас, кто был на моем мастер-классе или на моем годовом обучении? Нет, не одноразовые тренинги. Кто на мастер-класс? На годовое обучение. Я говорю, только на мастер-класс, четырнадцать дней, которые стекули. И только на годовое обучение для хозяева бизнеса. Тогда, если вы не были, пожалуйста, внимательно послушайте, вам пишут, что только на мини-мастер-класс. Пожалуйста, кто из вас побывал, ничего не пишите, внимательно тогда послушайте, я сдам вопрос другим. Хорошо? Однозначно. Как вы думаете, прибыль от чего зависит в бизнесе? Кто побывал, вы ничего не пишите. Хорошо, Дима? Вот, пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, от чего зависит бизнес? Эй, прибыл. Вот, хорошая, на большой мастер-классе были, да? Вот, Райхан пишет два раза были, молодцы. От чего зависит прибыл? Кто был, вы мальчите, пожалуйста. От клиентов, от продажи, план. Вот, кто был на моем мастер-классе, вы должны молчать. Я этот вопрос всегда задаю людям, очень много раз, я видел очень много разных ответов. Хорошо, понял. Спасибо. Блокируй чат, пожалуйста. Вы почитайте, да, чат? Вы видели чат, что было написано и так далее. Вот, мое мнение тоже, если вам интересно, вот я вам скажу. На самом деле, бизнес, то есть, именно прибыл, прибыл, она зависит именно от стратегического управления. Запомните эту фразу навсегда. Как вы управляете на уровне стратегия, именно это повлияет на ваш прибыл. В мастер-классе я конкретно обучаю именно полностью всю подход, стратегическое управление. И это напрямую сразу влияет на ваш прибыл. Второе, это что? Это управление на уровне клиент и продукт. То есть, как? Продукт, как надо подталкивать на рынок, как создавать рынок для своего продукции и как клиенту привлечь к продукту. Это очень важно, чтобы каждый день занимались, подталкивали продукт к рынку, к клиенту, а рынок, то есть, потребителя приближали к вашему продукту, чтобы он заметил этот продукт. Среди кучи таких, потому что аналогия всегда есть. Вы не единственные на рынке. Есть такие люди, которые, похоже, стакан продают, похожие пригмахерские держат, похожие там, не знаю, шутки, что угодно продают. То, что вы продаете. Если вы зайдете в магазин, вы видите, что в магазинах одежда, продукты, посуде и там продукты питания. Да почти отличие вообще не осталось в продукции. Зайдите в этот продуктовый магазин, зайдите в другой продуктовый магазин. Они продают одинаковые продукции. Здесь продаются сникерс, здесь продаются снега, Здесь баунт, здесь баунт, здесь сок, здесь сок, и тут есть компот, и тут есть компот, и тут есть там, не знаю, какие-то шоколады, и тут есть все, и, понимаете? Тут макарон, там макарон, одни и те же поставщики. Тут молоко, и там молоко. Продуктами теперь вы не можете конкурировать, ценами тоже не можете. Если вы снижаете, то тоже придется снижать. В конце концов, в какой-то момент диппингу оценит, и вы дойдете к какой-то момент, что вы банкрот, и тот банкрот. А чем вы будете конкурентами, если у вас продукты одинаковые? Хорошо, зайдем в магазин строительного материала, вы продаете линолин, тот продает, тот вы продаете ламинат, он продает, вы продаете кафель, он продает. Да почти чуть-чуть отличается с какими-то картинками. Одежда, давайте зайдем. Вы продаете костюм, тот же самый он продает костюм, вы продаете турецкий, он тоже турецкий, вы продаете итальянский, тот итальянский. Ну ладно, какие-то шеви, какие-то там пуговицы, у вас туда смотрят, у кого-то пуговицы туда смотрят. И что, один карман так резина, другой так, один там как ненормальный, вот так сделано, как будто круто, дизайн теперь. И что? На 90% не похоже. Теперь продукциями конкурировать будут очень сложно год за годом. Очень сложно. И вам надо иметь четко свое конкурентное преимущество. Вот это здесь есть уже как умение создавать рынок, как умение конкурировать, как умение рынок, понимаете, создавать и расширять, создавать, расширять, создавать, расширять. И это профессионализм. Я хочу вам сказать, что теперь бизнес будут отличаться именно вашим умением, вашим мастерством, вашим мозгами. Вот посмотрите, возьмем один ресторан, поставить руководителя, он поднимает этот ресторан. Уберите руководителя, поставьте другого неумевшего. Через полгода или год ресторан потихонечку падает в продаже. Почему? Ресторан тоже самый ресторан. Возможно, команда тоже самая команда. Павра даже может быть те же сами павра. Административ тоже сами. Но почему? Все изменилось. Потому что голова изменилась. Заново посадите туда другого руководителя. Потихонечку, возможно, ресторан поднимет. Так что, отличие в бизнесе, самое большое отличие, это кто управляет, как управляет. Ваши умения, ваши мозги сейчас стоят деньги. Ваши мозги либо компанию сделают миллиардными, либо миллионными, либо там банкрот. Так что, сейчас в дальний момент конкуренты, вы конкурируете только своими умениями. Это на первое место. Банк, банк, нацбанк составляет им всем одинаковые проценты. Как ты же конкурировал однажды? Посмотрите. Производство. Что производство наладить? Нужно, чтобы бизнес-процессы были налажены, чтобы как часы все работало, чтобы все четко работало, все механизмы были работали правильные. Часто бывает так, да? Часто бывает так, что вы сами логистика, вы сами закупщик, вы сами продавцы, вы сами решаете проблемы с учетами, вы сами решаете проблемы с кадрами, вы сами решаете проблемы с логистиками, вы сами решаете проблемы с рекламой. Вы главный сотрудник вашей компании. Вы самый умный человек вашей компании. Если вы самый умный человек вашей компании, я вам скажу, я завидую вас, вы полный неудачник. Это не бизнес. Это просто выживание. Потому что все это давит, ужас, просто невозможно. Я через это прошу, я знаю, что это такое. Поэтому, как правильно наладить бизнес в процессе, чтобы это все системно двигалось? Персонал, управление персоналом. Чтобы иметь ту команду. А что такое команда? Это когда тебя окружают люди, которые в своем сфере минимум три раза умнее, чем ты. Я повторяю. Когда говоришь, что у меня есть команда, кого можно назвать команда? Есть группа, есть команда. Кого можно назвать команда? Это когда тебя окружает в каждом сфере человек, который три раза умнее, чем ты, именно в этом сфере. Что он что-то вносит на развитие этой компании. Со своей стороны юрист в своей области больше знает, чем ты. Бухгалтер больше знает, чем ты в бухгалтере. Маркетолог больше знает, чем ты в маркетинге. И чар больше тебе знает, чем ты в своем... Ресурсник, кадровой политики и так далее. Следующая вещь. Это ресурсы. Управление ресурсами. Это самая сложная часть. Вот это ответственность только под руководителем. Потому что руководитель принимает решения, владелец бизнеса принимает решения. И каждое решение стоит деньги. Иногда некоторое решение 50 долларов, где-то 100, где-то 1000, а где-то 100 тысяч. Некоторое решение – миллионы долларов. Вы на каком уровне принимаете решения, и вы этим становитесь. Если вы постоянно принимаете решения на уровне 1000 долларов, вообще финансовая программа формируется на этом уровне. Но если вы будете принимать решения год за годом больше, на 100 тысяч долларов, вы выросли, потом на миллион, вы выросли, потом и дальше. Потому что когда вы принимаете решение, вы берете на себя большие ответственности. Это большая груза. И это надо уметь решать. Вот и все, у вас другого выхода нет. Вот. Пойдемте дальше. Теперь. Где сложности в бизнесе? Сложности заключаются именно в следующем механизме. Финансовый отчет контрол и менеджмент. Вот это два механизма должны объединить все структуры. То есть, учет контроля должно быть на уровне и прибыли, и в клиенте, и продукции. Вы должны знать, сколько клиента обслуживаетесь, сколько довольны, сколько пришел, сколько окупалось, сколько купили, сколько почем купили. Это продукт выгодно. Собственность продукта, калькуляция его и так далее. Производство, сколько административных производителей, затраты и сколько каждый сотрудник должен производить, чтобы было выгодно и так далее. Персонал, его стоимость и ресурсы и так далее. На каждом этапе у вас ежедневно должен быть четкий учет контроля на реальное время. Иначе вы решение, которое принимаете, вы опоздали. То есть, если вы даже отчет получите через месяц, и вы будете думать, уже вы опоздали. Все должно быть на реальное время. Менеджмент, управление на каждом уровне. На каждом уровне должно быть стратегическое управление. На каждом уровне должно быть операционное налажение так, чтобы без шиви все четко работало. И все самое главное было измеримо, чтобы можно было контролировать. Возьмите правую руку, повторяем за мной. То, что мы не можем измерять, мы не можем контролировать. А то, что мы не можем контролировать, мы не можем управлять. Очень важно, чтобы каждый этап это все было управляемо. А чтобы все было управляемо, все должно быть измеримо. Открывай чат, пожалуйста. Открывай чат, ЖБЕК. У меня к вам вопрос. Если вы в бизнесе наладите все эти параметры, которые я сейчас показал, решается ли все проблемы или большинство проблем вашего бизнеса, если вы знали бы, как все это делать? Вопрос. Теперь у меня еще второй вопрос. Есть ли какая-то проблема в бизнесе, которая выходит за предели того, что я сейчас показал? Повторяю вот так. Какой-то у вас есть в бизнесе проблема, которая за предели этих вещей. Ну-ка, напиши эту проблему. Владелец? Его надо уволить, черт побери, этого владельца. Это же тот же персонал. Вопрос такой. За предели вот эти все параметры, которые в экране видите. Есть какой-то еще проблем в бизнесе? Нету. Нету. Все ваши проблемы внутри вот этого, то, что вы видите экране. Вловили? Но есть одна с самой большой проблемой. Это вы сами. Вы сами проблем, большая проблема в бизнесе. Как вы думаете? Кто-то пишет, коронавирус. Коронавирус. Коронавирус же это не бизнес. Это эпидемия. Временно к рикатюре ушел. Сейчас не рикатюре. Кому из вас сейчас к рикатюре придет, доля требует? Да прекратите, пожалуйста. Это все было в 90-е годы. Сейчас такого нет. Вот. Мрот Бек. Я не знаю, что ты просишь от меня. Закрытый профиль. Что это такое? Я понятия не имею. Закрой его, Жебек, пожалуйста. Просто, чтобы тебя удалили или что делали? Понятия не имеем, что ты хочешь. Вот. Дальше. Я хочу вам сказать, что вот любой проблеме бизнеса, дорогие мои, внутри, вот эти вещи, которые я вам показал здесь слайд, они все находятся здесь. Но если вы их хорошо усваиваете, вы можете действительно... И самое, знаете, самое интересное, это что? Любом бизнесе вы можете прийти и поставить систему. Конечно, от смерти, от эпидемии, от таких вещах вы не защищены. Ну что, это нормальное явление. Бизнес, это жизнь всегда так. Вы можете прийти, любую бизнес наладить. Это правда. Главное, что вы научитесь системно наладить, системный подход научитесь. А все дальше уже, конечно, ваше мышление, это все надо учить. Ваши коммуникации, ваши человеческие подходы, как вы относитесь к людьми. И то, это тоже персонально обучаетесь. Коммуникация, организационные менеджменты, подходы, это все мы обучаем персонально. Потому что это все люди, а людей надо учить. Как нанимать тех, кто может работать, и так далее, и так далее. Но самая большая проблема, это вы, ребята. Вы проблемный человек. Не бизнес, а риск. Это вы рискованный человек. Вы берете большие кредиты, вы рискуете, берете за такие идеи, которые порой тяжело осуществить. Вы залезете в таких больших обязательствах, иногда необдуманно. Вы нанимаете таких, блин, черт побери, ненормальных персоналов, по которым потом за ними сами работаете. Потом за ними сами бегаете. Это все проблемы, это владелец бизнеса. От него рождается все остальное. Понимаете? Вы даете товар под реализацию, потом за ними бегаете, где этот товар. Вы не контролируете, вы не управляете собой, не управляете учетом, контролом вовремя. Иногда порой вы боитесь, не делите первые шаги. Это все внутри вас. Но этому можно научиться. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Понимаете? Это весь риск заключается в бизнесмене. Не в бизнесе. Но как вы думаете, есть в вашем городе или в этом мире кто-то, тот, кто делает похожий бизнес, как вы, и он успешный? Ну, представьте на минуту. Если в вашем городе или соседнем городе или в этом мире кто-то, кто-то делает похожий бизнес, как вы, но он успешный более, чем вы. Скорее всего, точно есть. Согласны? А почему? Потому что он владеет те навыки, которые вы еще не научились. Либо он не поддается частным соблазнам, расточительствам, или он не распряется. Это очень важно. Вот Расул, видите, он мой ученик. Он пишет. Молодец, Расул. Правую руку поднимем, повторим за мной. Это хозяин бизнеса самый большой двигатель бизнеса. Хозяин бизнеса самый большой тормоз бизнеса. В какой-то момент вы являетесь двигателем, когда начинаете, что-то делаете, когда бизнес маленький, вы стараетесь, все организуете, возите, делаете, открываете магазины, кафе и так далее. Вот вы двигатель, вы прямо зажигалка. Но наступит момент, когда вы мешаете бизнесу расширяться, потому что все процессы на вас завязаны. Все процессы от вас зависят. Вам надо во всем думать, на все придумать. Это все на вашей голове. Это ужас просто. Вот. Дорогие мои, 14 дней из Секули я провожу мастер-класс. Добро пожаловать. Каждый год один раз провожу. Приезжайте, учитесь. Классальные результаты добьетесь. Очень хорошие результаты. Кроме того, то, что я говорил там, я буду показывать о лидерстве. Почему вы должны быть лидером? Вам надо развалить лидерские способности, чтобы вас уважала ваша команда и чтобы вы могли конкурировать. Знаете, все зависит от лидера. Я убежден. Даже хороший продукт дайте, если хорошего лидера нет, он не может этот бизнес вести. Иногда люди приходят ко мне и говорят, у меня классная идея. Я говорю, понимаешь, я не вкладываю деньги теперь за великие идеи. Потому что за каждой великой идеей стоит великий человек, который смог эту идею превращать в богатство. Если за этой идеей не стоит великий человек, даже хорошая идея не может превращаться в богатство. Я много раз это видел. Поэтому за каждой хорошей идеей или великой идеей должно стоять кто? Именно великий человек. Только он может это делать. По-другому это невозможно реализовать эти вещи. Вот. Поэтому именно будем говорить о лидерстве и так далее. Потом я буду показывать, как работает вообще реклама и почему вы так научиться должны эти вещи делать. Профессиональный муравь. Но владелец бизнеса не должен сам заниматься рекламой, но он должен понимать, куда платить деньги, почему его деньги не окупаются и так далее. Вот. Понимаете? Пожалуйста, внимательно послушаем. Хорошо? Я вам дам время для вопросов. Только тогда зададим вопрос. Сейчас надо внимательно послушать. Очень важно, чтобы когда вы собились уехать домой, вы разработали свою стратегию развития, чтобы у вас была стратегия развития. С тобой, чтобы вы могли взять именно эту стратегию. Клиент-продукт. Об этом будем говорить. Как это делать, чтобы кризис, как с кризисом справиться? Мы же понимаем, что кризис для кого-то является опасность. Это китайскими иероглифами кризис пишется двумя иероглифами. В древние-древние времена китайцы это четко поняли. Внимание обратите. Это означает опасность, а друг с другой стороны это возможность. Для кого-то это банкротство, опасно, а для кого-то это изменение банкротства. То есть для кого-то это рост. Получается, что кто-то потеряет, а кто-то приобретает. Такова закон. Кризис тоже создает иногда справедливость. Кто необдуманно работал, кто уже нажрался, а кто уже себя считает куб земли, кризис его немножко, его гордина успокаивает и дает шанс другим, которые еще могут. Оказывается, можно. И пошел. Понимаете? Всегда жизнь справливая по разным причинам, чего-то меняет, у кого есть знания, это как футбольный мяч, кто ловит и двигается дальше. Понимаете? А кто шустрый, кто сообразительный, кто разумный, он начинает двигаться. Так что для кого-то опасность, для кого-то это возможность. Но я хочу вам сказать, что в зависимости от вашей умения, от вашей развития, вы всегда можете любое изменение превращать в возможность. Персонал. Ту команду вам нужна, которая понимает вашу стратегию. Ту команду, которая ведет вас к этому бизнесу. Управление ресурсами. Вам надо очень грамотно управлять ресурсами, ребята. Чтобы 1 доллар стал 2 доллара, 2 доллара стали 3 доллара, 3 доллара смогли сделать 5 долларов, 5 доллар сделать 7 долларов, потом 7 делать, 10 и так далее, и так далее, пока вы не даете до миллиона. Поэтому я видел, что во многих компаниях ресурсов очень много, просто либо мертвые, либо они неэффективно управляются, капиталы и так далее. Поэтому технология ведения переговоров. Это профессионально надо научиться управлять переговорами. Когда вы зарабатываете, вот открывай бочан, как вы думаете, когда вы зарабатываете? У меня к вам вопрос. Когда вы зарабатываете? Вопрос. Странный вопрос, но это классный вопрос. Вы думаете, ответ я зарядник найду, а тот смотрю, компьютер сейчас отключается. Когда вы зарабатываете? Уважаемые друзья, когда продаем, когда продаем, когда покупаем, когда продаем, когда покупаем? По-по-по. Хорошо. Давайте пишите, пишите. Когда вы зарабатываете? Покупаем. Когда будем? По-по-по-по. Когда начнем работать? Хорошо. Тогда по-другому знам вопрос. Если спросили бы у вас по поводу продажи и покупка, ответ должно быть такой. На самом деле многие люди думают, что они зарабатывают, когда продают. На самом деле они зарабатывают, когда покупают. Но у меня тогда вопрос по-другому к вам. Когда вы зарабатываете? Когда вы разговариваете или когда вы делаете? Когда вы когда голова работает? А как ты узнаешь, что у тебя голова работает? Может быть и суперпрофессиональный бабник. В этом профессионал голова работает. Как ты узнаешь, что у тебя голова работает? Когда есть, пишет Дельбар. Что значит когда есть? У меня вопрос. Когда вы зарабатываете? Когда вы говорите или когда вы делаете? Вы видите, да? Интересные вопросы. Правильно? Вот вы все чат видите? Вы видите? хорошо. Спасибо. Давайте вот так. Представьте, что я пришлю к вам, я прихожу к вам и вы мой поставщик. Пожалуйста, внимание, теперь блокируй чат, пожалуйста. Когда я прихожу к вам, а вы мой поставщик, вы мне поставляете скажем сырье, а я хочу у вас купить сырье, чтобы не знаю, производить что-нибудь. Или там не знаю, вы поставляете мне товар, скажем, одежду продаете, вы фабрика, а вы мне поставляете одежду, я у вас покупаю, чтобы в моем магазине продавать. Когда я зарабатываю? Я зарабатываю, если умею с вами правильно договориться. Вот. Если я умею говорить правильные вещи, донести правильные вещи, чтобы быть понятным, чтобы меня поняли, мы зарабатываем, когда мы договариваемся, а потом все остальное время исполняем то, о чем договорились. Например, вы нанимаете подрядчика, говорите, что построили вот это двухэтажное здание. может полчаса был момент переговоров. Вот это полчаса определяет, вы зарабатывали или проиграли. А потом может быть два года стройка продолжалась. Это два года будут делаться то, о чем договорились. так что вы зарабатываете, если выгодно договорились. Именно там вы зарабатываете. Знаете, интересная вещь? В момент переговора тысячи раз вы больше зарабатываете, когда вы работаете. И работу делать не обязательно самому. Можно найти кого-то, пусть другой работает. все компании, которые являются управляющей компанией, они этим занимаются. Все строительные компании, которые занимаются, они только зарабатывают за счет того, что они умеют договариваться. А потом подрядчиков наймут, и они делают. 85% денег зарабатывает кто договаривается, 10%, 15% тех, кто эту работу выполняет. Открывайте чат. Кто понял? У кого мозги швырнулось вот так? Кто понял? Что-то у вас тишина. еще раз повторю, 80-90% деньги будут зарабатывать от этого сделка, кто договорился, только 10% или 15%, кто пошел и выполнили эту работу. Так что, если вы не умеете договариваться, вести правильно переговоры, далеко не пойдете. А теперь у меня к вам вопрос. Бизнесы нужны деньги или нужно уметь договариваться? Вопрос. Бизнесы зарабатывают тот, у кого деньги есть или тот, кто хорошо умеет договариваться? Кто супер ведет переговоры? А вы знаете, деньги это тоже ресурс, который можно привлечь, если ты умеешь договариваться. Если ты умеешь договариваться, и деньги работают, чужие деньги работают на тебя. Огромное количество команд работает на тебя, технолог работает на тебя. Если ты умеешь договариваться, ты добьешься лучших условий для себя и со стороны закона, со стороны администрациями и с другими другими людьми. Ты добьешься нужных условий. И у меня правило в бизнесе, если ты не добился приговора, тот вариант, который тебе нужен, значит, ты проиграл. А лишь бы любой вариант, это не пойдет. Очень важно, чтобы ты в приговорах добился изначально тот цель, который ты изначально поставил себе. А вот, ну такое не получилось, ну ладно, мне нужно было этот стакан, ну не получилось, мне давали пиалку, ну тоже пойдет. Знаете, вот это проси, верблюд, барана дадут, это не пойдет бизнесе. Бизнесе очень важно добиться того, что тебе реально нужен. По-другому далеко не пойдешь. У кого шевернулся в мозги вот это? Вот ставьте дверь, если вы понимаете, что я рассказываю сейчас. вот ставьте 200, чтобы я понял, что вы реально мне понимаете сейчас. Уловили? Вот эти вещи я буду обучать мастер-классы. Там будет куча технологий, как это все делать. Я буду давать огромное количество тестов и огромное количество игр надо пройти. финансовый учет контрол. Одно из механизмов, которые я там обучаю и требую, чтобы вы научились, это учет контрол. Хоть верить или нет, учет контрол самая важная вещь. Без учет контрола вы далеко не пойдете родимые. Я могу уверенно сказать. Не видел ни одного человека, который добылся реальных результатов без учет контроля. И самое интересное, я знаю огромное количество бизнесменов, которые в конце концов заканчивали через 10-20 лет банкротством. Потому что у них надо было мощный учет контрола. Эльдар, можно только если вы собираетесь заниматься бизнесом. Если вы не хотите заниматься бизнесом, не тратьте время, не тратьте деньги. Если вы хотите заниматься бизнесом, мой совет к вам, брат мой, в первую очередь иди на этих курсах учись. И я потерял миллионы долларов только за то, что не хватало у меня знаний. А вы знаете, сколько вы тратите, когда у вас знаний не хватает? Огромное количество денег вы тряйте, когда у вас знаний не хватает. тогда вы поймете, что за незнание, за глупость, за невежливость можно сказать, мы плотим очень много. Это правда. За невежество мы очень много плотим. Вот. Учет это то место, которое вы зарабатываете. Если вы не делите эти вещи, а не объявите эти механизмы, извините, вы все потеряли, очень много будете тратить. Потом в конце я буду давать систему японского менеджера. Я так и говорю, как добиться качества по-японски, а как захватренько делать по-китайски. Китайцы весь завоевали, весь мир. Как это делали? Я показываю, как им удалось. Научитесь это делать, и Бог даст, может быть, вы не знаете, как китайцы, но на своем уровне чего-то добьешься, но 10 раз больше, чем кто есть, точно добьетесь. Это уверенно. Практикуйте эти знания, Аллах даст, у вас все будет. Но если не практикуйте, извините, я не могу вам ничего давать. Но если вы смотрите, когда говорят вам японский, что у вас в голове ассоциируется? Я говорю, японский магнитофон или японский технология, что у вас в голове ассоциируется? Что у вас в голове ассоциируется, когда вам говорят, вот это японский магнитофон, или это японская машина, или что-то нибудь. Что у вас в голове происходит? качество вы посмотрите все что пишет высокое качество до весь мир высокое качество надежное качество и ты точно знаешь что то что ты плотишь она оправдывается и никогда ты знаешь если я плачу тут нету обмана так а теперь когда я вам говорю китайский сразу нечего качество качество слабо но посмотрите как китайцам удалось захватить мировой рынок я показываю пошагово эту стратегию и если вы посмотрите вдруг там и сможете использовать каком-то мере свой бизнес и у вас может получиться вот так проходит мастер-класс первый день когда люди приезжают вот так начинается все вот так мы вас встречаем а потом вот так проходит неделю в неделю проходит пансонате потому что 14 5 дней проходит по моему пансонате потом проходит еще вот так видите таком очень много работы надо над собой хочу чтобы вы знали там достаточно много работать надо каждое утро 6 утра не тренируемся на берегу моря потому что вам нужно вот у меня к вам вопрос что важнее талант важнее или характер что важнее талант или характер почему вам нужно что тренировать больше характер молодцы если у вас из характер вы маленький талант все равно развиваете но если вы если вы талантливый человек но характер слабый ленивый при первой неудаче сдаетесь боитесь страх развита у вас то невозможно добиться больших результатов поэтому на первое место стоит характер если характер сильный и все добьетесь абсолютно все можете добываться поэтому вот такая картина дорогие мои мы хотим что ваше здоровье были сильным чтобы инфаркты инсульты не получили когда под влияние конкуренция и если вдруг долгах по пойдете если вдруг у вас неудача пойдет чтобы вы не сдавались каждые 6 утра идет тренировка я разработал восемь восемь комплекс упражнений от древнего тибетской медицины восточной медицины все собрал сами высшие категории которые очень сильно накапливают энерго в теле вам нужна энергия если вы устаете смотрите если у вас нету энергия даже если у вас будут время время но у вас не будет силы чтобы что-то делать когда вы уставший когда это становится хроническую усталость вы знаете вы не знаете как быть и вы вы хотите просто забыть про это все и я так надоели все так хочу вот подальше где-нибудь чтобы меня все не слышать и так далее когда у вас нету энергия здоровье быстро раздается когда у вас нету энергия время как и когда у вас есть время вот понимаете энергия когда нету может быть у вас есть время но в это время на пустую тратите просто лежа на два поэтому очень важно чтобы у вас была сильная энергия энергия которая закрепляет вас внутри понимаете бизнес это не для слабых людей не для слабонервных поэтому там очень много бизнес процессов мы обсуждаем и разговариваем очень много игры которые через них надо пройти чтобы это все формировать а потом для раскрытия второй дыхание еще и закреплениями ближе к природе там телефоны на работе специально пять дней мощная работа круто 5 дней 5 дней вот откуда взять энергию и жить на мастер-класс давлатова и вот там увидите он там увидели 6 утра начнете до 11 ночи работать я посмотрю потом на вас захотите ли уйти потом последний день это посмотрим люди когда оттуда уйдут они просто полностью перезагружается и преосмысливать все они раскрывают тот талант который богом дано он увидит абсолютно другим человеком еще нету до сих пор с 2000 12 года восемь лет провел занятий и полностью изменяется шаблон мышления вот модель который ты управлял тобой ты изменишь у каждого человека с некий шаблон поведения понимаете она формирована ты изменишь его те привычки те все точка зрения она все подходит ты стоишь десять раз умнее чем ты сам ты видишь как собой управлять как сплаться управлять как влиять на результат и так далее это мастерство ребята это бизнес понимаете это реально а в бизнес и вы должны уметь принести изменения вы должны уметь противостоять иногда страхом иногда кадры придут они ищут способы лишь без чтобы просто вы сказали ладно ребята давайте оставьте вам надо уметь убедить их чтобы они трудный период работали понимаете вам надо уметь сила противостоять иногда вот это банк мельким бандам которые внутри вашей компании появится потому что они более убедительны будут чем вы очень много хитрости будут в бизнесе и вам надо уметь характер и перед этом четко сознание видит куда из точка а вы приведете компанию к точка б задача бизнесмена удлинять жизнь бизнеса удлинять жизнь бизнеса понимаете вот мы в горах тренируемся для чего посмотрите все пророки тренировались в горах все пророки надо духовные ценности разводу человека высокомерие убрать потому что бизнесмены когда немножко зарабатывают они себе вот такие а моя задача почистить ваши геморрой между ушами черт побери вот это все высокомерие все выкинут потому что в бизнесе кроме навыки кроме деньги нужно еще божественной воли нужно барракат а без духовность барраката не будет ваше богатство должно построиться на духовном основе на искренне честной полезности я только таких учеников воспитываю если хотите быстро разбогатеть да идите казино или букмекерской конторе или куда угодно но не ко мне я не могу такого обучать я обучаю только тех учеников которые на благо работают честным трудом работает и в этом мире принесет какое-то что-то хорошее и он готов спать это труда понимаете вот она формула успеха под и мозги по-другому никак если хотите легко добиться иди гуляй я таких людей не могу помочь это правда я не понимаю бизнесмены который утром открывает бизнес после обеда хочет стать миллионером или сегодня открыли через неделю хочет чтобы быть номер один извини таких почти не бывает вот поэтому 5 дней проходит в горах это очень система специально чтобы духовно воспитать человека и очень важно раскрыть 2 дыхание чтобы было шанс продалить себя если вы попали банкротстве продалить себя даже когда не можешь найти достаточно денег чтобы привести бизнес на новый уровень бывает же бывает я много раз столкнулся с этим и понимаете вы всегда оказываетесь порою на конца пути иногда вы понимаете иногда вам кажется что вот уже конец и вы очень часто будете на это конца пути заканчиваются ваши идеи иногда как будто все заваливается на вас и вам надо снова найти в себе силу продалет вот того неудачника который внутри сидит ему сказали замкнись пожалуйста черт побери и перешагнуть себя и заново родиться это правда я много раз оказался разбитый карета среди океана я много раз и когда вы банкротитесь все уйдут от вас вы понимаете все проблемы и вы останетесь со всеми этими проблемами и вам нужно заново начать каждый раз у кого-то иногда легко получил кого-то него не очень и вам придется это делать это просто это совсем другое то что со стороны видят люди я знаю что это такое внутри человека моя методика раскрывает то то что действительно человек растет это это совсем другое понимаете это мы деньгами вы не купите деньгами вы покупать можете только два покупать одежду покупать мебель покупать офис покупать ремонт но вы никогда не покупаете свою личность деньгами деньг слабо при этих вещах и предыдущих смерть даже не способен забрать того то что вы раскрываете в себе даже смерть не способен не то что кризис не то что конкуренция не то что кто-то ворует вас не то что какие-то чиновники диктуют да никто это так мы надеемся что скоро границы открывается еще но и надеемся на это мы создадим все условия все варианты чтобы все было хорошо еще во все буду нормально я уверен что еще лучше буду нормально скоро ближайшее время все границы открывается и все будет нормально будем молиться на это думаешь ли шоу буду супер если намерение на благое благое дело создатель всегда помогает это правда вот очень много командная работа очень много командная работа потому что в одиночке это невозможно добиться успеха в бизнесе постоянно надо уметь в команды ровность знаете сразу видно становится там кто есть кто сразу вам все надо делать в команде вы меняетесь конкретно понимаете и меняетесь конкретно там такие много нюансов общем каждый день для создания команды огромная работа каждый день каждый день вам придется стать командный игрок там вот знаете вот страдают высокомерные люди это правда страдают высокомерные люди там конкретно ему очень тяжело а вот день когда начинается раскрытие второе дыхание и вам надо подниматься почти около три с половиной около четырех тысячи метров над уровнем моря это вообще что-то это вообще что-то и вы не пустыми руками туда поднимайтесь вам придется видите внизу где а где им пришлось поднимать вот это тяжесть это очень далеко вы знаете себя даже поднимать не могут люди не то что там что-то понимаете это что-то но тогда вы раскрываете очень важно свою команду создать сильного тогда команда помогает вам создать сильный бизнес я получаю огромное количество благодарности огромных результатов у наших учеников вы попробуйте спросить тех кто побывал и узнайте вот так и проходит кто из вас решил попасть или вообще кому-то из вас это нужен вот это мастер-класс кто из вас чувствует что моему бизнес и водитель знания вот это все нужен эти связи знаний там же много связи но помните это для тех у кого есть бизнес у кого есть бизнес и для тех кто хочет открывать бизнес это не просто гуляньо у кого есть бизнес кто хочет открывать бизнес что вы приобретаете вы приобретаете мастерство профессиональный знаний вы научитесь как командами работать Итоги, после этого вы приобретаете огромное количество связей, хорошие контакты, связи наладите для себя. Это нетворкинг, это очень умные люди, люди похожие на вас, обученные, духовные люди. Это не просто с улицы люди, это люди, которые очень духовные люди, которые вас никогда не ухитрят, манут или что-то. Это люди, которые сенность очень развита. Вот, здесь Райхан пишет что-то, ну-ка посмотрим. Вот реально, никто не пожалеет. Инвестиции в мозги – это самая большая инвестиция. Мы были на больших мастер-классах два раза на секунду. Это супер. Мы еще раз, третий раз еще хотели бы попасть на большой мастер-класс. Вот Райхан пишет, видите? Вот, видите? Вот, внимание, братья. Что, какой результат вам это даст? Вы научитесь. То есть у вас в бизнесе появится система, бизнес может работать без вас, конечно, если вы будете практиковать. Соответственно, у вас прибыль. Могу спокойно сказать, что от трех до пять раз прибыль растет. Это спокойно могу говорить. Если вы будете практиковать, как я буду говорить. Аллах даст, прибыль конкретно растет. Вы станете конкурентоспособным. Понимаете? Вы станете очень конкурентоспособным. И дело пойдет очень хорошо. Но я не понимаю бизнесменов, которые на место того, что себя сделают лучше, они только пытаются лучше машину купить, как будто на переговорах их будут уважать. Крутые часы. Они пытаются проблемой бизнеса решать якобы лучший офис, лучший ремонт. Нет, ребята. Да, это стоит немного денег. Но без этого не должно быть. Вы должны инвестировать в себе. Вот. Длительность 14 дней. Идет с 15 по 28. Запомните, пожалуйста. Стоит сам мастер-класс всего лишь 3500 евро. Вы прекрасно знаете, что на эти деньги ничего невозможно решать в бизнесе. Оборудование не купишь. Офис не купишь. Ничего серьезного. Судьба вашего бизнеса эти деньги не изменит. И это однозначно. Полтора тысячи идет на ваши организационные расходы. Организационные расходы, что выходит туда? С Алматы и с Бишкека. То есть вы доберетесь до Алматы либо до Бишкека. Дальше мы сами возим вас. Сами отвезем, сами делим. Все остальное. Если вы хотите стать миллионером, надо попасть. Без этого никак. Надо работать над собой. Еще любой из вас станет таким. Спасибо, ребята. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Можете по этой ссылке пройти. И ставить заявку на этот мастер-класс. А потом наши персоналы, наши люди звонят вам. И узнают, спрашивают. И отвечают на все ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы быть один из 100 миллионеров, которые я хочу воспитать, вам надо эти этапы хуршет, учебу пройти. А я с удовольствием помогу. С радостью. 15 по 28 июля. Это конца следующего месяца. Пансонати, еще честное слово, в этом году не выбрал. Скоро выберу. Скоро будут. Хороший пансонати всегда ведем. Вот так. Всегда. Вот. Постарайтесь, пожалуйста. Денег нет. Займите деньги. Если вы думаете, что пойму, не пойму, извините мне, пожалуйста. Лучше пройдите на этот угол. Я так объясняю колхозным языком, что мертвые даже понимают. Вы не найдете, наверное, такого тренера, такими доступными языком, говоря о сложных вещах, почти не территорию в мире может быть трудно найти таких. Я так разговариваю, что даже если вы на русском не понимаете, поймете. Это же так. Если вы говорите, что у меня денег нет, извините, пожалуйста, вы будете потерять год за годом. Что происходит с вами, если вы не учите в таких курсах? Вы продолжаете брать дорогие кредиты, вы продолжаете нанимать ненужные кадры, вы продолжаете делать огромное количество ошибок. И каждый это ошибок, потери, 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 потери. Вы потеряете очень много. Просто вы их не читаете. Однажды я провел опрос, мне пришли к выводу, что, оказывается, это было не только моё мнение, потом я начал изучать мировые экспорты. Оказывается, люди недополучают больше 60 чем-то процентов, 67-68 процентов ежегодных прибыль, которые могли бы получать, если у них хватало бы мозга, хватало бы у них знаний. Вот дате, ребята, 15 по 28 июля. Слайды же есть же всё. Да, да, Фарида, по окончании курса даётся, то есть, из нашей школы дипломы. Это круто, это крутые знания. Пожалуйста, мой совет к вам. Нет денег, займите их. Вы вернётесь, через пару месяцев всё это окупается, вернёте эти деньги, отдадите. А знания остаётся. Это правда. Она окупает себя очень круто. Поэтому я рекомендую вам успех. Организационные расходы, что выходит? Дорога, с Алмата до Секула, оттуда-обратно. Проживание питания, все маркетинговые расходы, все, скажем, административные расходы, всё то, что у вас в материале и так далее, да всё выходит туда. Вот так, дорогие мои. Огромное количество людей, которые проходили и добывалось хороших результатов. Вот. Зауря, она сама разговаривала, вы видели её на видео. Например. Это именно мастер-классов. Александр пришёл ко мне через два года, вот был такой. Сейчас он со мной работает, ещё больше успеха у него, слава Богу. Вот. Вот, посмотрите. Именно эти ребята через мастер-класс прошли. Да, итогов пять тысяч. Огромное количество людей проходили через эти курсы. Я желаю вам успехов, ребята. Я никогда не забуду историю вот этого парня Бахтяра. Он из Казларди. Помните ролик, он говорил? Знаете, однажды вот так я показывал Казларде. Вот такое. После тренинга. Ребята, идите учите. И пока рассказывать. И он сидит, вот Бахтяр, вот он сидит рядом. И за него сидит девушка. Эльвира зовут её. И Бахтяр подошёл ко мне и сказал, наставник, я хочу пойти, но у меня денег нет. Я сказал, найди их, если тебе это надо, если это тебе ценно, найди их. Потом эти деньги вернёшь. Он, оказывается, у него денег не было, пошёл в свою машину, продал и пошёл на этот мастер-класс. А потом через год, да, через год я возвращался, провожу тренинг к Азларде. И опять вот попал Бахтяр, и тут рядом сидит эта девушка, Эльвира. И я слышу краем ухом, как она ему говорит, а ты был там, классно там, как там проходит. И он рассказывал, что да, очень хорошо и так далее. И она спрашивает, сколько ты платил? Он сказал, я продал машину, и вот пять тысяч или шесть тысяч, и всё, ушёл туда. И она говорит, да ты что, тебе одну машину туда отдал? И тут он ей говорит, ты знаешь, через 25 дней я заработал на пять таких машин. Через 25 дней после этого мастер-класса я заработал на пять таких машин. Она говорит, да ты что, значит, я зря не поехал? Зря не поехала? Он сказал, ты очень глубокую ошибку допустили. Потом, когда консенсор сказал, ребята, осенью будет такой тренинг, представьте, да? Она сразу, блядь, купила, сели, год ждала, когда этот курс будет. Но она поехала туда. У неё магазин бельё у этой девушки. Маленький, небольшой магазин бельё. Но она поехала на этот мастер-класс. Через год у неё сейчас два или три большие магазины бельё, к изларды. Доход где-то 10 раз увеличивался. Нет, это мне не для сетевиков. Для сетевиков есть другой мастер-класс. Идите туда. Это только для тех, у кого есть традиционный бизнес. Это не для сетевиков. Так что ставьте свои заявки. Вот здесь есть люди, которые хотят реальные отзывы спросить. Которые люди вот здесь сидят, некоторые пишут, что я был там, пожалуйста, и так далее. Либо чат приметайте. Вот так делайте чат. И видите. И вы поймёте. Здесь, по-моему, какие-то ребята сами писали. Вот здесь форох пишет знания. 14 дней – это высший пилотаж. Пилотаж. Это рождение себя нового. Изменение себя – это знание очень ценное. Особенно духовный интеллект, работа в команде, утреннее купание в речке. Он был. Поднятие высшей нормы. То есть надо ехать с пругой. Очень выгодно, искренне рекомендую. Рекомендую внутреннего духа. В общем, так. Вот молодец. Форох был, поэтому он пишет, что вот так делайте. Где-то ещё здесь написал. Вот. Чтобы попасть на список, который я мечтаю, чтобы одиннадцать, то есть сто миллионеров воспитать. Вот сюда надо принять курсы. Сюда надо пройти годовое обучение и попасть на клуб миллионеров. Пожалуйста, Кабир, добро пожаловать. Приезжайте, и ещё будут у вас результаты. Вот здесь кто-то ещё написал. Два-три человека здесь написали, кто. Вот Райхан написала. Райхан и Тентимеш, когда они встретились со мной, у них был один магазин. И если я не ошибаюсь, было на 300-400 тысяч долларов товара в магазине, которые в начало-конца невозможно было найти. Куча дебиторка. То есть люди там деньги, товары, они давали товар людям. Люди взяли, не возвращали денег. И у них было перед поставщиками 300 или 400 тысяч долларов. Долго. Только перед Китаем и Турцией, я помню, где-то так. Но было море проблем. А сейчас у них, алгам, было нормальный бизнес. Кабир, долг, долг, ничего нет. У них шесть бизнесов, шесть магазинов. В одном из них, кстати, я партнёр с ними в Ташкенте, в Пишкеке. Я инвестировал в одном из них в магазины тоже. Вот. Кстати, они из одной из тех людей, которые уже миллионеры. Вот, талант пишет здесь, видите, это супер мастер-класс. Всё, о чём рассказывает наставник, суд. Но на самом деле там ещё круче. Вы попадаете в атмосферу, где вы уже не остановитесь. То есть не останетесь прежним. Я проходил его и знаю, о чём я говорю наставник. Попробуйте и точно не пожалеете. Вот эти люди, которые были там. Я же с вами только что разговариваю, я же не попросил им дать отзыв. Они сами своё мнение пишут. Попробуйте спросить у тех, кто побывал. Ребята, желаю вам успехов. Вот, Варок пишет, если конкретно не знаем, чем заниматься. Когда ты приобретаешь знания о бизнесе, когда ты приобретаешь знания о бизнесе, у тебя понимание происходит, что делать. Вот. Мельченько Игорь пишет, что я уже купил, блядь. Молодец, дорогой. Желаю успехов. Хочу увидеть тебя успешным. Вот. А когда будут простые мальчики? Простой маркетинг, там, у САИ, мою администрацию спросить. Вечеря об этом говорили, дата не помню наизусть. Других валютах принимается или только в евро? Ну, по курсу принимается ФАЭС. Другие валюты принимаются, но только по курсу. Потому что у меня международная компания. Вот так. И по храму, а еще вопрос. Мини-мастер-класс будет? Будет. Просто я пока наизусть не помню, ребята. Давайте в календаре надо посмотреть. Как границы открываются, будут. Большое вам спасибо. Вот сам Саджон пишет. У меня нет пока бизнеса. Только в плане можно. Нужно нам. Конечно. Иди сначала учись. Потом открывай бизнес. Мой совет тебе. Потому что миллион раз тебе дешевле. Ну, миллион, может быть, сто раз точно дешевле пойдет. Зачем тебе делать кучу ошибок, которые я делал? Если бы ты знал, о чем я говорю сейчас. Потому что сейчас для тебя это выглядит расход. Ты сейчас это не понимаешь. Ты думаешь, что это расход. Но на самом деле это то, что тебе... Если ты без этих знаний, ты потратил бы, например, сотни тысяч долларов. А с этими знаниями ты экономишь кучу денег. Огромное спасибо. Вот запись у администрации спросите. Мини-мастер-класс, хана, всего три темы объясняю. А здесь 17 темы. Чем отличается мини-мастер-класс от основной? Мини-мастер-класс, поэтому называется мини-мастер-класс. Он идет пять дней. Пять дней. Вот на мини-мастер-класс там три темы. А вы про что имеете в виду, Фарро? Про МК имеют в виду четыре ревни. МК совсем другая тема. Я про недвижимость там буду говорить. Который секуль. А это для владельцев бизнеса. Это другой курс. Есть вчерашняя запись. Спросите у администратора. Рахмаджон. Думаю, что если ты будешь дальше с твой маркетингом заниматься, лучше идти на именно тот мастер-класс для сетевиков. Здесь пусть кто занимается традиционным бизнесом. Если в будущем будешь заниматься, это другое дело. Нет, онлайн мы не можем давать это. Это, как я говорю, онлайн не будем давать такие мастер-классы. Нельзя это. Но другие курсы онлайн много. В нашем офисе спросите. Огромное количество курсов. Ну вот. Шухрат пишет, у меня нет бизнеса. Но если ты хочешь открывать, иди, дорогой. Если не хочешь, тогда не надо. Но если тебе нужна бизнес, иди. Вот, спасибо. Я думаю, что до этого времени открываются границы. Говорят, что скоро же открывается. До конца месяца многие государства открывают. Вот. Июне многие государства открывают границы. Так что спокойно поедем. По сайте. Вот вы эти заявки ставьте на участие. Ставьте заявки на участие. Или попадете. Вот здесь видите, ЖБЕК там, само наш администратор поставил там заявки. Нажмите туда и зайдите, заявку ставьте. В Бухаре, когда граница откроется, приеду. Мини-мастер-класс в Сочи будет. И еще, но надеемся, что иметь будет. Я тоже. Как граница открывается, значит будет. Где можно с администрацией? Вот здесь. Видите, вот здесь, прямо наверху у вас вот чат есть. ЖБЕК бросает постоянно. Вот. Пожалуйста, эфир сохраните. Хорошо. Вот. Шухраджун я тебе ответил. Хорошо, если хотите заниматься, езжайте. Фарох. Нет, не будет. 14-дневник. Все равно же мы узнаем все это правило. Будем узнавать, что надо делать, как надо делать. И объясним. Найдем способ. Главное, что границы открылись. Небочам. Ихлёш неист. Я хочу учиться у вас. Ис-та-двашим учеником. Еще Лазама. Рахмаджан. Расточки нет. Нет, Ильинура. Такого не бывает. Вы хотите стать богатыми. Поэтому нужно оставить перед собой стать богатыми. Вот. Далержан. Приедешь на мастер-класс, все поймешь. Средний, малый, средний бизнес. Это легче управлять. Меньше риски. Спасибо, ребята. До новой встречи. Успехов, ребята. Да поможет вам Аллах. Всего доброго. Пожелаю вам успехов. Увидимся в секуле. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok